Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Фабрика «Элекон» после смены собственников стала называться «Мурыгинской бумажной мануфактурой». Позже появились данные о том, что из-за конфликта интересов на предприятии возникли финансовые проблемы, были арестованы счета. Теперь бизнес-новости в Кирове сообщают о том, что имущественный комплекс фабрики снова перепродан. Как пишет «Навигатор», сейчас предприятие контролирует компанию «Бумажные традиции». Программа Экономика. Сетевая торговля заняла треть кировского рынка. Об этом сообщает Кировстат. По его данным, в прошлом году темп ее роста в сопоставимых ценах составил 5,5%. С 2009-го, когда в Кировскую область Талимасова заходить крупные торговые компании из других регионов, их доля в обороте розничной торговли выросла с 13 до 31%. Оборот розничной торговли составил в первом полугодии 2017-го 88 миллиардов рублей на процент меньше, чем годом ранее. Каждый житель региона в прошлом году потратил в фактических ценах на покупку продовольственных и непродовольственных товаров на 2,5 тысячи рублей больше, а с учетом инфляции, наоборот, на 5,5 тысяч рублей меньше, чем год назад. Экономика. На 101 АФМ. В кировские банки стало поступать меньше фальшивок. Их за полгода в банковской системе региона обнаружено около 40, в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает отделение Киров Волговецкого главного управления Банка России. Среди выявленных поделок больше всего пятитысячных банкнот, больше половины. Кроме того, в первом полугодии выявлен один факт поделки валюты иностранного государства в 20-долларовой купюре. Тем временем доллар поднялся уже выше 60 рублей, стоит сегодня 60 рублей 6 копеек, курс евро выше 70. 70-46 сегодня. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.